Строки из священного писания сегодня звучат на французском языке. Читают их священники из разных районов Африки. Здесь и Код Дивуар, и Камерун. География большая. Оттого божественная литургия в Вознесенском храме, можно сказать, мультиязычная. Она проводится на французском, английском и церковнославянском языках. Священнослужители из Африки проходят практику в России. Обучение у них длилось три месяца. Службы они проводят как в столице, так и в ближайших городах. Сегодня они посетили Рязань. А это уже церковнославянский язык. Строки из Библии читает Даниэль Ивбру, или Иерей Даниил. Ему 46 лет. По профессии он учитель информатики. В православие мужчина пришел после посещения Израиля. Обучался под чутким руководством православных священников. В Африке существовало православие. Однако именно сейчас мы проживаем настоящий православный опыт. И за время, что мы здесь находимся, мы получили большое воодушевление. И благодарим Господа за ту благодать, что получаем здесь. Богослужение в Рязани становится уже доброй традицией. В прошлом году в Вознесенском храме были священнослужители африканского экзорхата РПЦ из Нигерии, Центральной Африканской Республики и других стран. В этом Камерун, Буркино-Фасо, также Центральная Африканская Республика. И вот в таком многоязычии мы совершим божественную литургию, напомнив прихожанам о том, что православие – это вера истинная, которая распространена по всему лицу земли. И в каждом уголке земного шара совершается православная молитва. А сегодня мы совершим ее здесь все вместе. По окончанию практики священнослужители получают сан диаконов или священников. А после отправляются в родные края, где продолжают служение. В этот раз с рязанскими дарами. Священнослужителям подарили иконы рязанских святых и книги с описанием местных святынь.